Уже который день заметает и Саратовскую область. Там более ста сел оказались отрезаны от транспортного сообщения. Региональные власти попросили у Минобороны военную технику для расчистки трасс. На помощь придет и МЧС. Для ликвидации последствий снегопада уже направлена группировка Волжского спасательного центра. В областной столице Саратове коммунальщики тоже едва справляются со снежными заносами. Но, видимо, поэтому преподаватели одной из школ вызвали на субботник. История о том, что учителя в 20-градусный мороз собирали снег в мешки, получилась громкой. Чем же она закончилась? Расскажет Сергей Арсеньевич. Мы все видим ситуацию, в которой оказался Саратов этой зимой. Школа 95 города Саратова специализируется на изучении английского. На самый популярный школьный вопрос «Who is on duty today?» «Кто сегодня дежурный?» учителя ответили «Мы». Задача со звездочкой – почистить двор от снега. Эта фотография, сделанная в момент субботника, облетела интернет и вызвала волну возмущений. На ней учителя складывают снег в мешки. Итак, дано несколько строительных мешков из-под мусора, 10 учителей, администрации школы и дворник. Требуется вычислить, за какое время они смогут расчистить школьный двор, для того, чтобы в понедельник дети с комфортом могли прийти учиться. В мешки снег грузили, чтобы оттащить через дорогу и высыпать в сквере. На территории школы уже двухметровые сугробы ранее счищенного снега. «Мы как-то по-женски неправильно рассудили. Мы посчитали, что гораздо удобнее переносить снег в мешках и высыпать его на зелёную зону. Если бы мы не вынесли этот снег, то вот к этим сугробам, которые уже есть, ну, наверное, прибавилось бы, я не знаю, ещё на половину территории школы». В соцсетях разразилась полемика о том, что не к лицу педагогам, помимо основной деятельности, грузить снег по выходным. Хотя ситуация действительно критическая. Таких снегопадов в Саратове не было последние 30 лет. Город не просто засыпало, встали даже трамваи. Пути расчищают тяжёлой техникой. В мэрии по факту учительского тяжёлого труда провели расследование и выяснили, что был отдан некорректный приказ. Руководителя районного отдела образования уже уволили. «Это не значит, что снег надо грузить в мешки. Вот как это объяснить? Я вот не могу объяснить. Задачу поставили, а как она исполняется и каким способом и средствами никто не контролировал. На мой взгляд, такой руководитель не может работать». Учителя 95-й школы, впрочем, не видят в ситуации никакого конфликта. Площадку они расчистили за час с перерывами на горячий чай. На улице было минус 20. Мешки после снега высушили и хранят в подсобке. «Снимаете, в чём дело? Мы предложили, получается, молодым специалистам и коллегам, кто поддержал эту инициативу, тот и пошёл с нами на субботник. Никто никого не принадлежал. Никто не замёрз, сами переживайте». В здании школы, построенном в 19 веке, изначально располагался институт благородных девиц. Современные учителя считают, что поступили правильно, но после такого резонанса повторять уже не будут. А город продолжает засыпать снегом. Сергей Арсеньевич, Данил Якимов и Михаил Ситников. Вести. Саратов. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...